За почти полвека через сердце Татьяны Харченко прошли тысячи младшеклассников. После окончания школы ученики помнят и навещают первого учителя. А в тех, кто только начинает впитывать новые знания, педагог старается разбудить такие качества, как чуткость и отзывчивость, добавив к ним уверенность в своих силах. Самое главное всегда переживая о том, чтобы они не потерялись в жизни, когда окончили школу, чтобы они нашли свою профессию, чтобы они в первую очередь стали настоящими людьми, чтобы они получили профессию, которая действительно будет приносить пользу нашему обществу. А Мария Мищенко по мельчайшим следам на месте преступления находит причастного к его совершению. Детская мечта стать экспертом-криминалистом исполнилась 13 лет назад. С тех пор девушка занимается любимым делом и растет профессионально, успешно взбираясь по карьерной лестнице. Так как все эксперты-криминалисты являются в первую очередь сотрудниками полиции, конечно же, нам приходится переносить все тяготы, которые есть на этой службе. Девушкам иногда, возможно, это сложнее, чем мужчинам. У нас немножко другой склад характера, другая степень эмоциональности. Но, тем не менее, мы стараемся не отставать от нашего мужского коллектива. Наталья Яценко заведует сектором культурно-просветительской работы Центральной городской библиотеки имени Горького. И вместе с коллегами и другими неравнодушными ростовчанами участвует в акции «Покров для своих». Плетет маскировочные сети. Они гораздо лучше защищают наших ребят, потому что они сделаны именно не на производстве, где ячейки совершенно одинаковые, переплетения совершенно одинаковые. А когда это делается своими руками, она получается более естественным образом. И беспилотники на нее, кстати, почти не реагируют. Пока одни трудятся над созданием защиты для военнослужащих, и другие собирают и отвозят им все необходимое. И с нетерпением ждут их возвращения, как семья мобилизованного Александра Долгополова. Тяжело, конечно, без мужа дома, но взяла себя в руки и сказала, что я буду всегда помогать, всегда рядом. Поэтому я всегда езжу, мы собираемся с девочками, тоже с женами мобилизованы, там родственники, помогаем волонтерам. Мы не только нашим ребятам помогаем, кто обращается, тоже помогаем всем. С супругом Кристина на связи ежедневно. И все новости о нем сразу передает маме Александра, которая всегда приободрит и найдет нужные слова. Мы боевой дух его поддерживаем, хотя переживаем, конечно, очень сильно. Но, наверное, благодаря тому, что, помимо всего прочего, и нам, как бы, Октябрьский район нас не забывает никогда, вот с самых первых дней. И эта поддержка действительно важна. Она дает веру и силы для новых свершений. А у женщин в тылу еще очень много важных дел. Алина Николаева, Юрий Лешко, Александр Осняч, Первый Ростовский.